Всем привет! Вы на канале GadgetMoney и сегодня мы поговорим о камерах в смартфоне Samsung Galaxy S10e и об установке камеры от компании Google. Давайте начинать! Поехали! Ну что ж, друзья, здесь установлено три камеры. Это фронтальная и две основных. Блок камер расположен, в принципе, более-менее симпатично. Я считаю, что в этом плане, в этом году компания Samsung поступила очень-очень правильно. Это 16 и 12 мегапикселей с апертурой 1,5 и 2,2. И фронталочка на 10 мегапикселей с апертурой 1,9. В любом случае, вы получите те результаты, которыми вы будете довольны. Но, если вы не останавливаетесь на этом, добро пожаловать в инструкцию, как установить Google камеру на смартфон Galaxy S10e на процессоре Exynos. Что ж, друзья, я в одно время вам и расскажу, как установить, а в другое время и попрошу о помощи. В моем случае получилось установить данную камеру от компании Google на этот смартфон. Есть специальная сборочка. Ссылочка на архив с самим файлом АПК будет в описании под этим видео. Там же вы найдете файл конфигурации. Что ж, после того, как вы скачали, вы попадаете на главный экран. Здесь ищите файлы, заходите сюда и обязательно создаете следующую папку. Вот она, Gcam. Заходите в нее и создаете папочку с названием Confix. И сюда распаковываете файлы конфигурации. После того, как вы установили АПК, у вас открывается приложение Google камеры. Вы двойным тапом по черной области около спуска затвора нажимаете и выбираете любой из файлов конфигурации. Методом тыка и подборок несколько вечеров подряд я понял, что вот этот серединный файл, он самый оптимальный. Но даже он работает с косяками. Об этом чуть подробнее. Нажимаете кнопку восстановить. И получаете следующее. Обратите внимание, что у нас включен HDR и HDR+. В принципе, когда я пользовался смартфонами от компании Google, а это были Первый Пиксель и Nexus, несколько поколений смартфонов, у меня этот пункт был всегда включен. То есть HDR был всегда включен и он действительно тащит и очень хорошо отрабатывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несколько вечеров подряд я все это дело гуглил, методом тыка понял, что надо зайти в настройки, здесь выбрать расширенные, в базовых выбрать конфигурация именно вот этого файла. После этого перезапускается камера и в обычном приложении камера, то есть ни в портрете, ни в видосе, если вы начнете снимать, сделаете снимок, у вас получится в принципе неплохой снимок. При этом у вас HDR Plus включен, но если вы зайдете в ночную съемку, попробуете на улице или дома, попробуете это все дело заснять. Во-первых, файл делает какой-то промежуток времени, потому что склеивается несколько снимков в один. Продолжение следует... Вы получите вот такой вот результат. Как это исправить, я не знаю. В чем может быть причина? Во-первых, потому что моделей с разными процессорами два на рынке. Это у нас Snapdragon и Exynos. Весь RST ряд, он на процессоре Exynos. И портирование Google камеры, оно с какими-то костылями. На самом форуме FOPDA я ничего не нашел. То есть есть там ветка специальная, которая непосредственно рассматривает фотокамеру самого этого смартфона. Там линейки, все линейки 2018-2019 года, линейки S. Но там ничего не говорится о том, как сделать, как убрать вот эти проблемы. Начал гуглить и вот пришел пока вот только к этому знаменателю, что есть специальный мод этой Google камеры, которую мы с вами только что установили. Есть настройки файлов конфигурации. Но результаты, которые вы уже видели на экране, они следующие. Я не знаю. В некоторых моментах Google камера действительно тащит. Она отлично отрабатывает и в тенях, и по динамическому диапазону. Но вот эти геморрои и костыли, с которыми вы сталкиваетесь, потому что в файле, точнее в режиме портрет, вы также получаете вот такие засветы. Как с этим бороться? Может быть где-то в настройках надо что-то изменить? А что изменить, я пока еще не понимаю и не знаю, потому что я крутил всякого рода переключатели. Ни к чему хорошему я пока что не пришел. Я в этом разбираюсь, скажем так, так себе. Я привык к тому, что достал. То есть я привык пользоваться айфоном. Достал, сфотографировал и получил более-менее хороший результат. Тут же Android все настраивается под себя, причем если вы переключаетесь на фронтальную камеру, у вас делается снимок, но вы не получаете никакого результата. Как это исправить? Без понятия. Ни ночная съемка, ни режим портрета в этом приложении не работают. Но мне хочется пользоваться данной Google камерой, потому что действительно по примерам я посмотрел, она показывает неплохие результаты и делает, можно сказать, очень хорошие снимки. Потому что стандартная камера от Samsung, она делает вот такие вот в какой-то степени пересветленные, акварельные результаты. Да, на свету она работает лучше. Вот здесь, кстати, получился, в принципе, неплохой снимок, но Google камера во многих позициях, она действительно выигрывает. Широкоугольная, ну вот здесь вот широкоугольная, на широкоугольную можно снять, но опять же, получится, мне кажется, не очень. Вообще, я этим смартфоном доволен, но надо двигаться дальше, данная трубка будет продаваться, потому что она именно приобреталась под эту акцию, чтобы показать вам, что можно приобрести себе, в принципе, неплохое устройство за достаточно приемлемые деньги. Поэтому, если кому-то интересно, может уже в комментариях пишут, продавать будешь или нет, да, буду. Пишите мне в любую соцсеть, Instagram или VK, ссылки есть в описании, в любом случае договоримся. Но сразу предупреждаю, дешевле 30 тысяч не отдам. Мне уже предлагают варианты обмена, пока на что я не буду говорить, но, в общем, предлагают. Как-то так, хотел с вами поделиться вот таким вот, скажем так, пока такими результатами. Также хотел сюда установить Android 10, но, бета, но она доступна, опять же, только для смартфонов на процессорах Snapdragon. Уже стали прилетать данные сборочки владельцам смартфонов в Америке и в Европе, в некоторых странах. Это Франция, Германия и еще, по-моему, ряд стран. Пока такой результат. Поэтому большое спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно подписывайтесь на канал, ставь лайк или дизлайк, если понравилось или нет. Обязательно пиши слово Donald Duck, если досмотрели до этого момента. Тем самым я понимаю, что вы посмотрели все видео до конца и очень вам признателен в этом. Распространяйте данное видео в соцсетях, у себя, распространяйте друзьям. Делайте максимальный репост. От этого вы можете помочь мне очень-очень сильно. Так что совсем скоро увидимся. Всего доброго. У меня есть, что вам рассказать еще. Пока-пока. Кстати, совсем забыл добавить. Вы еще до сих пор можете приобрести такой смартфон у официальных представителей. Сейчас действует акция от компании Megafon. Есть отдельное видео на канале. Ссылочка на акцию будет в описании под этим видео. Поэтому, если вам интересен данный телефон за 26 тысяч рублей с откатами от Megafon, пожалуйста, проходите в описании. Заказывайте. Очень сильно рекомендую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.